Сегодня в нашей программе. Визит председателя госстандарта Республики Беларусь в Гомельскую область. Вместе с ним мы пройдем вверх по эко-лестнице в уникальный Гомельский учебно-практический центр по энергосбережению. В Белорусском госуниверситете транспорта познакомимся с новой перспективной специальностью. А также узнаем, над чем сейчас работает в стране в сфере энергоэффективности и энергосбережения. Единственный в республике Гомельский областной учебно-практический центр по энергосбережению создан в 2012 году при поддержке Департамента по энергоэффективности госстандарта и местных властей. Он функционирует на базе государственного областного лицея с целью обучения учащихся и населения навыком рачительного хозяина. Это своего рода новая модель дополнительного образования в условиях стремительной информатизации и неограниченных технических возможностей, которой нет аналогов. Одной из фишки, будем говорить, нашего центра учебно-практического, потому что здесь находится именно на базе областного лицея, является внедрение элементов цифровизации в систему энергобеспечения. Это учебно-программный комплекс «Энергодозор», который мы разрабатывали пять лет назад. В принципе, тогда и слова такой цифровизации я, допустим, не знала, но очень все подсказывало, что мы должны не только что-то сделать, но и показать. Сегодня учебное учреждение имеет статус демонстрационного объекта высокой энергоэффективности. Здесь модернизированы системы отопления, горячего водоснабжения, освещения, вентиляции. Выполнена термореновация здания, смонтирована солнечная электростанция. На ее примере можно убедиться в преимуществах зеленой энергетики. Мы можем видеть на этом экране в режиме реального времени, что происходит. Вот на этом экране потребление теплоэнергии. А на втором экране экономия по дням и месяц. То есть, и вот эту работу, эту систему цифровизации в энергообеспечении мы демонстрируем нашим учащимся, говорим студентам о том, что в эпоху медиа цифровизация настолько шагнула далеко, что мы должны постичь и чего-то научиться. Фотоэлектрическая станция содержит 84 панели мощностью 21 киловатт, что позволяет продавать электроэнергию в городскую сеть, а вырученные средства использовать на нужды лицея. К примеру, только в прошлом году экономия составила общую сумму 13 860 рублей. В 2019 году сэкономлено 69 гигакалорий теплоэнергии, 5 493 киловатт-часов электроэнергии, 1396 кубометров воды. Один обучающийся в лицее составляет 3270 рубля. Конечно, если не было бы этих энергосберегающих сбережений, то эта сумма была бы около 3500 рублей. Это очень важные показатели. Мы, конечно, имеем определенные льготы, когда происходит выработка солнечной энергии. Так, допустим, мы покупаем электроэнергию по 27 копеек, а продаем избыточную электроэнергию по тарифу 77 копеек. Это позволяет нам осуществлять прочие на оставшиеся деньги энергосберегающие мероприятия. Поэтому в целом функции формирования качества ума и качества души, а также формирование культуры энергосбережения лицея осуществляет в полном объеме. Учебно-практический центр в постоянном развитии. Здесь работают первые в республике музеи источников света, технологическая лаборатория, исследовательское и конструкторское бюро, где можно приоткрыть многие тайны энергии будущего. Инновационная площадка востребована учащимися и студентами, педагогами и специалистами реального сектора экономики. Здесь с удовольствием поделятся своим опытом, авторскими наработками, результатами международной деятельности. Частые посетители учреждения – воспитанники областного центра технического творчества. Ребята на основе конструкторов, которые есть в этом образовательном центре, соберут конструкции различных устройств, где источниками энергии будут альтернативные источники энергии – солнце, ветро, химические источники. У нас же в центре, они в нашей лаборатории цифровой, все это собирают своими руками. И у нас есть большие возможности в центре, которыми они могут воспользоваться, сделать какие-то проекты и в дальнейшем участвовать в конкурсах. Меня заинтересовала альтернативный источник энергии, потому что просто от обыкновенной солнечной батареи можно вырабатывать неплохое электричество. И эта энергия будущего может позволить улучшить экологию. Я занимаюсь здесь уже 4 года в центре, в нашем конкретном объединении 3 года. И за это время сделал достаточно много проектов, связанных с энергосбережением и смежными с этим областями. Например, вот недавно был конкурс «Техноинтеллект». Я занял первое место с проектом «Смердельного станка». Он будет в дальнейшем использоваться в нашем технопарке в центре. И с его помощью будем делать проекты, связанные с энергосбережением. В ходе экскурсии глава комитета пообщался с лицеистами физико-математического класса, где состоялся полезный обмен мнениями. И самое главное – вовлеченность. Вы знаете, когда вот такие вдохновленные есть преподаватели, ну, это состояние нашей страны, которое передается непосредственно подрастающему поколению. Вот это, мне кажется, самое главное, да, такое достояние, чем вы сегодня обладаете. Эти встречи дают нам возможности выбора каких-то разных профессий будущих наших. Также мы можем заинтересоваться в этой сфере. Мы здесь учимся, во-первых, экономии, во-вторых, мы здесь изучаем физику, как-никак. Допустим, я хотел связаться с жизнью, возможно, где-то как-то с экономикой, с этой сферой. В первую очередь, конечно, это пример для подражания, то есть разговаривать можно с такими высокими людьми на равных, и это просто, не знаю, как сказать, можешь брать пример с них, и просто легче становится как-то. Идешь, уже не волнуешься, то есть вначале было волнение, но оно сразу развеялось, и ты хочешь где-то тоже помогать своей стране, то есть настоящим патриотом быть, и просто стать будущим Беларуси, чтобы оно было светлым. В память о встрече в Музей энергосбережения был передан раритет 50-х годов прошлого столетия. Керосиновая лампа, как символ неугасающей энергии. Что касается непосредственно направления энергоэффективности и энергосбережения, конечно, это мировая тенденция, которая влияет в том числе на экологию, на окружающую среду и так далее. Это целые массовые такие движения. И мы, вот тот конкурс, который мы проводим, не остаемся в стране. В 2016 году этап конкурса проводился в городе Гомере, а вот в этом году мы будем проводить в Борисе. И я думаю, что с течением времени оно будет только расширяться и вовлекать все большую заинтересованность наших учащихся, наших студентов в это движение. В рамках единого дня информирования «Школа активного гражданина» председатель госстандарта встретился с преподавателями и магистрантами Белорусского государственного университета транспорта, где состоялся продуктивный диалог. В центре внимания соответствие белорусских стандартов требованием Европейского экономического союза. Деятельность комитета в сфере энергоэффективности и экологической безопасности. Что делается сегодня в рамках страны масштабного? Издан указ президента о проведении тепловой модернизации жилого сектора, о строительстве котельных на местных видах топлива. И под эти вопросы привлечены такие гранты или, скажем, кредитные ресурсы европейских банков, Европейского институционного банка и Всемирного банка. Это уже речь идет о 180 миллионов евро. Следующий этап, который очень интересен нам и поддержан Евросоюзом, это проведение работ по тепловой модернизации в социальной сфере. Если мы там говорили про первую часть, то там будет долевое участие домовладельцев и государства. Здесь, естественно, чисто бюджетные средства должны быть найдены, плюс привлечение кредитов для проведения таких работ в социальной сфере. Гости побывали в учебных лабораториях университета, ознакомились с научными работами студентов и преподавателей, а также обсудили перспективы сотрудничества. В ВУЗе традиционно действуют тесные связи науки с производством, а многие исследования в вопросах экономии энергии и сырья активно внедряются на Белорусской железной дороге. А в этом году впервые дипломы получат выпускники по новой специальности, которая востребована на современном рынке. Мы открыли новую специальность. Эта специальность так и называется, значит, специальность энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент, именно с ударением на транспорте. И эта специальность весьма и весьма актуальна. Сейчас вот будет первый выпуск инженеров-энергоменеджеров, и именно 42 тем дипломных проектов было от предприятий железнодорожного транспорта. Естественно, выбор для студентов будет очень большой, поскольку их всего лишь 17 человек, но это говорит о том, насколько велика потребность на сегодняшний день. Энергоменеджеры, энергоаудиторы, которые должны быть игроками вообще-то, универсальный солдат, он должен знать физику, он должен знать химию, он должен знать гидравлику, электротехнику, теплотехнику. Не просто знать, а уметь прикладным образом использовать. И очень бы хотелось донести информацию до будущих абитуриентов. Конечно, у нас сейчас главные мозги уходят в IT. Будем честны, потому что там быстро стартап, потому что там все удобно и все хорошо. Там разработанная колея. Но сейчас энергоэффективность развивается настолько быстро, она развивается гораздо быстрее, чем IT. Там, в принципе, уже наступает насыщение. А здесь они приходят, они еще первые, им конкурентов нет. И продавать потом свои компетенции можно прекрасно на всех предприятиях, сейчас это востребовано. На данной специальности мы проходим очень важные дисциплины, которые решают глобальные проблемы. Я планирую стать высококлассным специалистом. Хотелось бы открыть свое предприятие и экономить, экономить, экономить. Тема дипломной работы я выбрал ту, главная цель которой является снижение потребления традиционных видов топлива и замена их на возобновляемое. Эта тема вытекла из моих научных работ, что я писал на протяжении всего курса обучения. С этими работами я участвовал в различных научных конференциях, в том числе в Гомеле, Бресте, Мозере. Внедрение возобновленно-экономической энергии позволит снизить выборы сопровников газа в атмосферу и повысить экологичность технологических процессов. В завершении визита все пришли к единому знаменателю. Без энергетической безопасности мы не можем быть успешным и независимым государством. Поэтому ставка делается на высокий профессионализм кадров. В Белгуте, вы знаете, я вот в очередной раз убедился, насколько сегодня востребована та часть профессиональных кадров, которые готовятся. Это с одной стороны. С другой стороны, насколько конкретизирована степень подготовки этих кадров на современной материальной базе. Мы видели лаборатории, которые оснащены современным оборудованием, которые еще только лишь в отдельных отраслях, если мы говорим про Белгут, то в сфере железнодорожного транспорта еще только собирают внедрять. Но мы уже сегодня готовим таких специалистов, которые будут знать эту досконально технику и, выйдя из стен ВУЗа, они могут вполне осознанно и компетентно работать по данным направлениям специальности. Глава комитета отметил весомый вклад Гомельщины в достижении показателей энергоэффективности страны, напомнив, что первые мощные солнечные электростанции построены в районах Гомельской области. В целом, в республике за последние десятилетия проделаны громадные шаги в сфере энергоэффективности. В разы снижена энергоемкость ВВП. Этот показатель сегодня соответствует такой передовой стране со схожими климатическими условиями, как Канада. И это большое достижение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова